Нам сказали, что сейчас мы на судце идем. Он закрытый был, да? Он закрытый был, да? Мы вам сказали сейчас. Судья не разрешил, за что сказать? Давайте выслушаем, адвокат. Так, сейчас... Кажется, правда. Эти люди народа вообще... Тише! Та камера, чуть-чуть. На данном процессе у меня есть коллега Алья Шарипаев. Мы сейчас вместе взяли дело защиты Оксаны Шевчук и Джокеровой Гульзепы. Ну, как в принципе, я и предполагал на сегодняшний день, прокуратура, именно как обоснование свое, что экспертиза не готова, что необходимо время для следствия. Поэтому до 4 октября просили продлить санкцию. На каком обосновании? Да, на один месяц. Умеет право? На три месяца? Да, ну, на три месяца. Ну, уж пока досрочно попозже не будет. Вот он, вы что он подходит? Вот у нас нас вместе санкциями уходят. Вот они, судья. В данной ситуации у нас получается так, что до защиты о том, что не является... Он же сам и говори, что... Болос не говорит. Болос! 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 Снимайте родителей! Вот он, вот он. Снимайте его. Позор! Позор! Вот он, Андрей, обманули нас. Матерей обманули. Пока этот нет, я не принял его внимания. Полностью, получается, выслушал наши доводы, но полностью проигнорировал. Буквально после нашего выступления судья удалился в совещательную комнату. Где-то минут, наверное, максимум 10 уже. Ну, практически мы считаем, что оно было готово, это постановление. Нам вынесли, зачитали, нам вручили на руки вот это постановление. Сколько процентов? Занавили арест? Да, до 4 октября. Ставили. Как просил прокурор? Как просил прокурор. Ну, здесь даже у прокурора была оговорка. Наша ходатайство подлежит удовлетворению, чтобы мы сделали замечание с коллегой, что прокурор взял функцию суда, уже указывая, что необходимо делать. Конечно, нас абсолютно не слушают в данный момент. Там были определенные поправки со стороны прокурора. Но факт остается фактом. Доводы наши абсолютно не были приняты во внимание. Даже наличие малолетних детей, на что мы указываем, они были проигнорированы. Нурланова, скажите, вы садатайствовали о том, чтобы присутствовали журналисты и вот пришли... В самом начале мы об этом говорили. Ну, вы сами видели, что здесь было закрыто. С секретарем, когда я переговорил, это на усмотрение судей. Судья категорически сразу сказал, что нет, закрыто бежене. А назовите громко фамилии прокурора и судей. Как там фамилия только была? А вы, представьте, сказала Нурлан? Адвокат Голын Нуркиисов, Алия Шарипаева. А вы взяли вот недавно, да? Джаукерова, Гульзипова мы Алию включили. Потому что у меня сейчас еще Жунусов, Вулакхан, в Талдыкургане. У меня еще здесь другие дела. У меня большая загрузка для того, чтобы сейчас вместе вести, чтобы позицию не терять. Я попросил своего коллегу, мы вместе включились в данный момент. Почему? Потому что одна голова хорошо, две лучшие. У нас задача в данном деле отделить политику от криминала. Если они обвиняют ее в совершении преступления экстремистского характера, мы должны здесь именно как раз найти эти элементы. Мы вместе будем искать. И когда у нас будет материал уголовного дела, когда будет окончено следствие, когда уже будет нам разрешено уже публично его предоставлять, мы, соответственно, конечно, не весь материал дела, мы выборочно будем показывать. И уже эти доводы будем опровергать. При этом мы сразу же говорим, что когда будут процессы у нас с Оксаной Шевчук, когда с Джао Первой Гульзипой у нас будут, мы будем ходатайствовать именно о том, чтобы проводилось это в открытом режиме, в присутствии народа, чтобы вы там были. Оснований к проведению этих процессов в закрытом режиме здесь оснований нет. В рамках уголовного профессионального кодекса у нас четко прописаны основания проведения в закрытом режиме. Это госсекреты, это преступление, связанное с половой неприкосновенностью. По-моему, и все. Больше нет. Какие экспертизы они? Филологическая экспертиза. А на основании чего сегодня не пускали? Усмотрение судей. Судья так принял решение. А скажите, вот теперь в отношении защиты детей по конвенции, да, по правам ребенка, какие-нибудь меры принимаются или нет? Что вы делаете вообще? Сейчас, минуточку. В данный момент... Детей, вот они остались, вот, например, как вот, ребенок, права детей и так далее, они сейчас, как его, остались без попечения родителей, без молока, без этого права на жизнь, да, на здоровье, у них там как, нарушаетесь, правильно? Вы думаете, проекторировали, да? Нет, 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 а кто-нибудь, например, в защиту кто-то выступает, например, адвокат назначен этому ребенку, например, да, из органа опеки кто-то присутствовал на этом процессе. Ни в коем случае никого такого нет. Я понимаю, но а кто-то заявляет это или нет? Почему это, как вы, никто не поднимает вопросы прав детей? Я сразу скажу, когда у нас первая ситуация по аресту с Оксаной Шучук было, я писал жалобы о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц, в частности, следователя, за превышение своих должностных полномочий, ответственного дежурного офицера, когда он закрывал в ИВС, я писал жалобу генеральному прокурору, администрацию президента, антикоррупционную службу, комитет национальной безопасности и омбудсмену. Администрация президента отписалась к генеральному прокуратуру, комитет национальной безопасности предоставил ответ, что оснований к возбуждению уголовного дела нет, антикоррупционная служба отправила ответ к генеральному прокуратуру, генеральная прокуратура мне предоставила ответ, таким, что на данный момент в рамках пеннициарной системы задержание с малолетним ребенком допустимо. Ну, в общем, жулик-вора проверил, понятно. Нет, нет, я сейчас говорю о другом. Кто сейчас защищает права детей? Все, вот это я хотел. Вот именно, права детей, вы сейчас защищаете, можно? Сейчас вы защищаете. Вот именно, поэтому я говорю, сейчас надо кто-то из ваших коллегий адвокатов, если, например, беспомощное состояние находится, у нас есть закон, правильно, об адвокатской деятельности и юридической помощи. Когда, например, каждый юрист, коллеги адвокатов, он может на своей безвозмездной основе, он, значит, может взяться и оказывать эту помощь, правильно? Либо, значит, по назначению к суде и так далее. Если, например, вы заявите лихадатайский, правильно? То есть здесь, если так взять, сторона, будем говорить, ребенок, если он участвовал в этом, с матерью на, так сказать, этой акции, соответственно, он тоже виноват, тоже получается преступник. Так или нет? Да, потому что... Я понимаю, там, где дееспособность, да, понятно, но в любом случае за него это несет ответственность за то, что она запросит своего ребенка. Там кто? Мать? Родители? Поэтому, минуточку, в данном случае, поэтому я говорю, с этой точки зрения, если подойти, то есть в этот процесс включить именно еще адвоката или кого-то, представителя, чтобы он участвовал, защищал ребенка. Вот о чем детей. Я про это говорю. И кроме того, он необходимо инициировать общественные его. Это бюро по правам детей. Он был сменен и так далее, у нас же тоже есть. Соответственно, почему они не реагируют на это? Ответа нет. Нет, ответа нет. Галым, у меня вопрос. Вы сказали, что прокурор частично или как-то оговорился, что он удовлетворяет ваше ходатайство. Нет, 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 он свое ходатайство. Своё? Да. А его какое? Алисан, протекарист. Алисан, протекарист. Алисан, протекарист. Алисан, протекарист какая? Да, вот его оговорка была такая. Хорошо, хорошо, молодец, умница, прокурор. Это вообще не знаю, где таких прокуроров берут. Скажите, пожалуйста, а вы можете в течение вот до 4 октября какие-то ходатайства еще подавать? Ну, ходатайство в данный момент... Чтобы есть и при... туда приурочить, допустим, документы по правам детей, что надо детей защитить, что это, вот все это есть. Ходатайство можно будет им подавать? Это принимает решение судья, вот именно по...